Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу. Сегодня у нас очень важная тема безопасность буксировки прицепов дач. Забыл представиться, меня зовут Константин. Что нужно знать, чтобы получить от караванинга отдых и положительные эмоции, а не проблемы и одну большую неприятность. В конце этого ролика я покажу, что может случиться, если пренебречь элементарными правилами эксплуатации прицепов. А сейчас начнем с цепи последовательности, приводящих к этим самым неприятностям. Недавно я опять обнаружил неизвестно как завезенный продающийся в Россию барыг прицеп, который они самостоятельно обозвали Автодом Детлифс Номад 7 мест. Вот такое вот название. Без цифр, без буквенного обозначения планировки. И зачем-то прицеп назвали Автодом. Обратите внимание, масса у этой их словесной конструкции составляет 1600 килограмм. Внимательно изучив фото транспортного средства, я обнаружил, что этот караван на самом деле называется Детлифс Номад 730ФКР. А его полная масса на официальном сайте Детлифс составляет 2000 килограмм в базовой комплектации, что бывает, кстати, редко, и 2800 килограмм с опциями. Ну никак не 1600, какой этих горя продавал. Кстати, стоимость у этих барыг на их сайте составляет, стоимость этого прицепа составляет 1 миллион 432 тысяч рублей. Тогда как в Европе точно такой же прицеп в 2011 года стоит 27800 евро. То есть 2 миллиона 200 тысяч рублей с российским налогом без прибыли, разумеется. Если купить там, растаможить и продать в России за вот эти вот 1 миллион 432 тысячи, эти барыги получат убыток без малого 800 тысяч. Но это тема другого ролика. Итак, прицеп Детлифс Номад 730ФКР длиной аж 11 метров на 7 спальных мест, фактическим весом от 2000 до 2800 килограмм, эти барыги продают, заявляя массу, 1600 килограмм. Значительно меньше, чем на самом деле. Зачем они это делают? С обычной категорией Б, которая есть у всех водителей, можно управлять составами прицеп автомобиль, где полные суммарные массы автомобиля и прицепа не превышают 3500 килограмм. Если больше, идите в автошколу, получайте категорию ЕКБ. Так как подразумевается, что у вас тяжелый прицеп, и надо иметь некоторые знания и навыки для его управления. Допустим, к ним, к этим продавалам, приехал покупатель на каком-нибудь Ауди А4. Полная масса автомобиля составляет 1900 килограмм. У покупателя категория водительского удостоверения обыкновенная Б. И чтобы не сдавать на категорию ЕКБ, он должен купить прицеп, полная масса которого не превышает 1600 килограмм. 1900 тягач плюс 1600 прицеп равно 3,5 тонны. 3500 килограмм. Только в этом случае он может свободно путешествовать без категории ЕКБ, то есть без навыков управления тяжелым прицепом. Итак, барыге нужно, выражаясь их языком, навариться несмотря ни на что. А покупателю нужно купить прицеп как можно тяжелее и круче, не сдавая на категорию. То есть не получая навыков управления составом с тяжелым прицепом. Возникает симбиоз жадности и лени, в результате которого барыга, продавец, по заказу покупателя, нежелающего идти учиться искусственно, преступным путем, снижает в документах массу продаваемого им прицепа. Все это приводит к неприятностям, о которых сейчас пойдет речь. Как будут развиваться события дальше? Сделка состоялась. Барыга продал прицеп с заниженной массой, а покупатель получил прицеп с фактической массой, фактической массой от 2 до 2,8 тонн, с документами, где масса прицепа 1600 кг. Казалось бы, все хорошо, никакой категории не нужно, катайся себе и живи в прицепе. Но его слабенький для этого прицепа тягач не рассчитан на такие нагрузки, и срок службы двигателя заметно сокращается. Но это ерунда по сравнению с тем, о чем будет идти речь дальше. Масса его тягача 1900 кг, а фактическая масса буксируемого этим тягачом прицепа от 2 до 2800 кг. В этой конфигурации, как говорят, хвост управляется бакой. Даже при интенсивном, нерезком торможении, большая масса прицепа толкает легкий тягач, и состав становится неуправляемый. Особенно это опасно на горных дорогах. Но и это еще не все. Дальше будет интересней. При взвешивании на специальных пунктах досмотра при постах ГИБДД, при обнаружении неустранимого перевеса, сотрудники ГИБДД запрещают дальнейшее движение такого прицепа по дорогам общего пользования с последующим отзывом ПТС. Но и это не главное. Теперь остановимся подробно на самом неприятном явлении, с которым неподготовленный водитель может столкнуться и не справиться с ситуацией. Дело в том, что у всех европейских прицепов оси расположены посередине. То есть они, эти европейские прицепы, представляют собой обычные маятники. Во время движения в спокойной обстановке тяжелый прицеп с большими свесами, например такой, о котором идет речь, 11-метровый Детлифс Номан 730 ФКП, едет по дороге ровно. То есть, как маятник он как бы стоит на месте. Но стоит к нему приложить воздействие, например, проезжающий мимо в попутном направлении мини-вэн на большой скорости, который создает удар воздушной подушкой в начало или конец прицепа, как сразу ваш караван начинает рыскать туда-сюда. То есть прицеп превращается в большой маятник, качение которого запустил удар воздушной подушкой. В этом случае, как только вы почувствуете рыскание, надо немедленно, интенсивно, но не резко тормозить. Некоторые современные автомобили оборудованы специальными сенсорами, которые при обнаружении раскачки во время буксировки прицепа начинают торможение сами. Я решил проверить, как себя поведут водители, у которых есть прицеп, но нет категории ЕКБ. То есть они не прошли обучение навыкам буксировки тяжелых прицепов. На своем канале в YouTube я задал вопрос к тем, у кого есть прицеп, но нет категории ЕКБ. Вопрос звучал так. Если у вас возникла раскачка, что вы будете делать? Теперь смотрите, как ответили люди, которые буксируют прицепы с обычной категории Б. 75% будут резко набирать скорость. Из 216 человек 75, то есть 162 человека ответили неправильно. Они будут не выходить из ситуации раскачки, а ее усугублять. Но отсутствие категории ЕКБ разрешает буксировку небольших маленьких прицепов, так как на них раскачка практически невозможна. Но вернемся опять к тому жадному барыге и ленивому покупателю. У ленивого покупателя нет категории ЕКБ, он понятия не имеет, как себя вести в сложной дорожной ситуации с прицепом. Этот ленивый покупатель купит прицеп с заниженной массой, немного превысит скорость, его на большой скорости обгонит минивэн или фура, и он попадет в раскачку. Затем резко попытается набрать скорость, и произойдет ДТП. Мы уже много раз писали в прокуратуру Пскова и Санкт-Петербурга, чтобы правоохранительные органы пресекли деятельность этих авточосов и первых караванов. Эти люди, занижая массы прицепов, культивируют лень среди покупателей, тем самым выпуская на дорогу не дома на колесах, а бомбы на колесах. Прокуратура никак не реагирует. Мало того, хозяин авточоса над этой ситуацией смеется и в открытую предлагает покупателям прицепы с любой нарисованной массой, которую они пожелают. Мы решили поставить в известность Росстандарт и аналогичную организацию в Белоруссии, где осуществляется сертификация вот таких вот прицепов. Ну а покупателям мы советуем сдать на категорию, чтобы получить простые, но важные навыки буксировки прицепов. Это просто. Обучение на категорию занимает две недели, зато вы будете управлять большими, красивыми, просторными прицепами и получать много положительных эмоций от отдыха с домами на колесах. Категория ЕКБ – это не просто запись водительского удостоверения. Это навыки и умение безопасно управлять большими, красивыми, просторными домами на колесах для всей семьи. С вами была компания «Дом в дорогу». Удачи на дорогах! Удачи на улицу! Удачи на дорогах! Хотя Ocean А. Удачи!